Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Утро на Болткоме. И снова доброе утро. Продолжается понедельник. Все жарче и жарче становится. Мой телефон, например, показывает уже плюс 16 градусов. И ярчайшее солнце, и проникновеннейшее небо. Хочется жить и радоваться прекрасно. Но есть не очень веселые события. Тут уместно вспомнить недавний кошмарнейший пожар, как стало понятно, в нелегальном хостеле на улице Меркеля в Риге. И этот пожар, который стал, во-первых, причиной смерти многих людей, и еще больше госпитализирован, и последовала волна различных проверок по подобным, скажем так, ночлежкам. В том числе обсуждается регулирование этой сферы и на уровне парламента. С нами на связи Ральф Немира, глава комиссии Сейма по народному хозяйству, которая тоже обсуждает регулируемость хостелов. Господин Немира, доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, в связи с этой трагедией, в связи с начавшимися обсуждениями, в том числе и в Сейме, какие проблемы стали понятны сразу? Да, ну, значит, сразу было понятно, что таких хостелов, во-первых, существуют, поскольку мы, как жители Латвии, многие такими не пользуемся, значит, проблемы так много и не знали до, к сожалению, этой трагедии. Во-вторых, понятно сразу было, что этих хостелов довольно много, но я хочу отметить сразу, что это, как вы очень правильно, на мою точку зрения отметили, это как бы ночлежки. То есть, там человек может остаться на ночь, но то, что там соблюдается нормы безопасности, нормы санитарии, нормы COVID-19, а также, ну, например, честное предпринимательство, налоги уплачиваются, ну, это мы, конечно, констатировали, что такого там не существует. Значит, перестройка в таких хостелах, она была незаконна, незавершена. В комиссии мы поняли, что многие, как бы, инстанции тыкают друг на друга пальцем, вот это вам надо делать, это вам надо делать. Ну, как бы, таким традициональным футболом занимать. В этом случае мы, как бы, сразу спрашивали две вещи. Во-первых, есть ли сейчас какие-то проблемы в законодательстве, чтобы такие хостелы можно было бы проверить, зайти в, то есть, сами помещения, и если это нужно, тоже их ликвидировать, как хостелов, да, то есть, из их ночлежек. И, во-вторых, как между собой работают сами госинстанции. Ну, в этом случае мы констатировали, что госинстанции, в принципе, имеют право пройти, вникнуть в такие ночлежки. Но проблема в том, что если ночлежки получают штрафы один за другим и никак не платят их, не выполняют законные требования, не сдают в эксплуатации те, как бы, ну, переделки, которые они делают в ночлежках, тогда надо быть намного более эффективным инструментом. И один из таких инструментов может был бы быть отключение электричества, отключение водоснабжения, отключение, то есть, ну, теплоподачи. Ну, то есть, все вот эти блага цивилизации. Но, господин Немир, в этой связи хочется задать вопрос. Была пресс-конференция сразу после трагедии, которая потом разошлась даже мемом по социальным сетям, когда представители различных госструктур, в том числе ГПСС и министр внутренних дел участвовал в этой пресс-конференции, и никто. Зависла, просто пауза повисла после вопроса одного из наших коллег, мол, кто должен был прийти и заколотить этот незаконный хостел? Потому что заранее было известно, что он незаконный, что он не сдан в эксплуатацию, что не соблюдаются эпидемиологические меры. И немая сцена возникла. Так, на данный момент понятно? Вы правильно, в общем-то, мне кажется, говорите о том, что эффективный способ, рубильник просто отключить и все. Нет ни воды, ни электричества, ты не можешь там существовать. Так вот, известно, какая инстанция имеет на это право? В этом случае я ту паузу так и не понял, почему она возникла, поскольку за, как вы говорите, закрытие, или просто перекращение действия таких ночлежек ответственно Буу-Валде. То есть в этом случае рижская Буу-Валде или там Ялговская, или Венспилс, если мы говорим о хостелах, которые находятся в других местах, это можно сделать Буу-Валде. Если не подчиняются каким-то решениям, конечно, можно присоединить к процессу, например, полицию. Но в любом случае такие решения принимает Буу-Валде, решения, они обязательно исполнены. И в этом случае надо, конечно, здесь смотреть на сторону Буу-Валды. Но мы опять же говорим о правовом вопросе, но с другой стороны мы же думаем, как по возможности эффективнее эту ночлежку, то есть закрыть, если они никакие требования не выполняют. Конечно, это рубильник. Выключаем свет, выключаем водоснабжение, никто там оставаться больше не будет хотеть. Все скажут спасибо, до свидания, уйдут в другое место, где таких проблем не существует. В этом хостеле там уже 19 раз приходили люди, приходили инстанции и выписывали штраф, делали замечания и так далее. Ну сколько еще было возможно приходить? Ну 20, 119 раз. Ну то есть в один момент надо быть инструментом, который решает всю проблему в корне. А не просто мы все время приходим туда и выписываем какие-то штрафы и предприятия, которые имеют эту ночлежку, просто не выполняют. Значит ли это, что в принципе вы не ожидаете или не видите необходимости в каких-то масштабных изменениях в законодательстве достаточно вот такими методами, ну фактически отключением коммунальных услуг решить эту проблему у нелегальных хостелесов? Вы знаете, мы в комиссии решили самое главное, то есть в этом плане, чтобы процесс произошел бы быстро. То есть за хостел и за туризм, за нормативы строительства отвечает Министерство экономики. Мы с точки зрения Сейма задали Министерству экономики оперативно сделать рабочую группу, которая будет состоять из тех всех инстанций, которые присутствовали в нашей комиссии, чтобы они быстро просто обобщили все изменения в нормативных актах и подали их тогда нам в комиссию. А мы уже как законодатели могли бы этот вопрос решить довольно быстро и в корне. Если такие рабочие группы происходят при Кабинете Министров, то есть это в любом случае проходит через встречи с госсекретарями, там министр, Кабинет Министров и опять же дальше в Сейм, мы предлагали этот путь укоротить и прийти просто в комиссию, в которой мы уже могли бы все эти изменения в законах оживить. И там и позиция, и оппозиция, и независимые депутаты все согласились с тем, что мы можем идти в этом процессе довольно быстро вперед. Никаких задержек мы не видим. Может быть, как вам кажется, вот этот закон об аренде жилой площади ну как-то позволит упоряющаяся система, потому что наряду с хостелесом, может быть, оживятся вот эти вот арендные дома, где тоже можно будет снимать жилье, и не будет необходимости в таких вот полулегальных ночлежках? Вы знаете, в этом вопросе надо немножко возвратиться назад к самому корню самого вопроса. То есть нелегальные хостелеси, нелегальные ночлежки – это нелегальный бизнес. То есть если человек занимается, значая в аренду своей недвижимости, хоть под хостел, хоть под жилье аренды, но любые действия производят своей недвижимость, но они законны, они сданы в эксплуатацию, то есть там соблюдены все нормы безопасности по COVID-19, по пожарным всем аспектам. Пожалуйста, все это можно делать. В этом плане даже закон предусматривает ниже налоги на такие действия, то есть один простой платеж. В этом случае все аспекты есть с точки зрения закона. Но мы ведь говорим сейчас о абсолютно нелегальной предпринимательской деятельности, где не платилось ни налоги, не соблюдалось ничего совершенно. И потом, в конце концов, мы видим вот такую ужасную трагедию. Когда брали интервью у женщины, которая потерпела в этом пожаре, она говорила, что она, в принципе, видела уже оранжевый свет под дверями. А это ведь значит, что дымовые детекторы вообще не существовали. То есть о каких мы тут нормах говорим, если простой детектор дыма наверняка бы спас все эти жизни. Люди просто ночью бы услышали, что там есть дым. Все ушли бы из помещения, и вопрос как бы был бы решен. Сейчас мы видим ужасную трагедию. И просто видим, как уже быстро и скоро надо заниматься уже такими вопросами, которые уже связаны с исполнением закона, нежели проблемами в самом законе. Напоминаю, мы беседуем с Ральфом Немира, главой парламентской комиссии по народному хозяйству, и обсуждаем регулирование сферы хостелов. И знаете, что непонятно? Ведь, да, вы упомянули, 19 проверок было конкретно в этом месте, а сейчас ответственные службы прошлись по другим подобным ночлежкам. Тоже вскрылась еще масса нарушений в очень большом количестве этих ночлежек. Но при всем при этом они рекламируются на международных солидных площадках, таких как Booking.com. Вот тот же самый сгоревший, нелегальный, казалось бы, хостел, его предложение было на Booking.com, и его сняли в то утро, когда произошла трагедия. То есть тут возникает вопрос еще и какой-то международной верификации подобных заведений, разве нет? Вы знаете, вы уже затронули такую большую обширную тему, которая была бы очень интересна в плане, что это защищало бы человека, который хочет пользоваться хостелом или в любой такой местном, где можно проночевать. Но здесь в этом случае, конечно, появляется вопрос в очень разном законодательстве разных стран. Конечно, можно было бы думать о каких-то унифицированных правах или каких-то нормах или стандартах. Но в этом случае Booking.com работает по таким принципам, что если реклама хостела находится на сайте ихнем или на аппликации, и там очень красивые фото, то есть в этом случае вы сразу не поймете, он легальный, нелегальный, он сдан в эксплуатацию. Да, именно в этом и проблема. То есть пользовательский опыт становится, в принципе, лучшим решением. То есть ты читаешь отзывы, ты смотришь оценки и можешь создать хоть какую-то картину, хоть какое-то представление о том, хочешь ты там оставаться или не хочешь. Но очевидно, что этого пользовательского опыта мало, потому что любой фейк, любой бот может этот опыт, не опыт, а отзыв, написать и опубликовать. То есть хозяин какого-то аккаунта левого зайти и оставить этот отзыв. Да, я с вами совершенно согласен. Еще один момент, что в этом случае, если кто-то и пишет комментарии, здесь больше вопрос в таких хостелах существовал под вопросом цены. Если там была цена 8 евро за день, то здесь отзыв о качестве не так важен, сколько важен наверняка отзыв о цене. Человек ищет по возможности дешевле. Но видите, эта дешевизна в один момент уже стоит что-то. Поскольку если в легальном учреждении платятся налоги, платятся зарплаты, соблюдаются все нормы безопасности, тогда наверняка 8 евро за день невозможно просто сложить. То есть тогда уже нету просто прибыли. Потому я хотел бы агитировать тоже людей, те, которые используют хостел, все-таки смотреть на цену в том числе. Поскольку это все значит на чем-то происходит экономия. Или на безопасности, или на налогах, или на зарплате, или на всем месте может быть. Так что в этом плане очень-очень важно смотреть на эти моменты. А также, конечно, просто можно спросить или написать хостел, вам есть вообще детекторы дыма, например. Это простая одна строчка в эпочте, но она может спасти жизнь в этом плане. То есть соблюдайте, пожалуйста, все нормы, спрашивайте все вопросы, пусть хостел отвечает и показывает хоть с фотографиями. Это никаких проблем вам не создает, чтобы это все узнать. Спасибо большое. По-моему, это очень ценные советы. Напомним, что, в принципе, еще с 2019 года обязательны вот эти детекторы и в частных домохозяйствах. Рак Немирова у нас был на прямой связи, представитель комиссии Семи по народному хозяйству. Большое спасибо. Большое спасибо, господин Немира. Мы обсудили сферу регулирования хостелов и узнали, что комиссия затребовала у ответственных служб отчет о государственном регулировании сферы на данный момент, чтобы сделать определенные выводы и внести поправки в регулирование, чтобы, не дай бог, не повторилась трагедия, которая произошла две недели назад в Риге на улице Меркеля, где сгорел с человеческими жертвами нелегальный хостел. Спасибо большое. До встречи. До встречи.